Апокалипсис Лекция на тему книги «Апокалипсис» для библейского портала «Экзегет». Слово «Апокалипсис» у всех на слуху, оно цепляет. И что воспринимается в связи с этим словом? Что это за книга? Даже те, кто эту книгу никогда не читал, это книга об ужасах конца света. Выражение «апокалиптический», как известно, воспринимается как катастрофический, причем какие-то глобальные конечные катастрофы. При этом слово «апокалипсис» на самом-то деле по-гречески означает совершенно другое, оно переводится «откровение», а книга начинается очень четко «откровение Иисуса Христа». Точно так же начинается Евангелие от Марка, Евангелие Иисуса Христа, а тут «откровение Иисуса Христа». То есть что это за книга? Это не книга о катастрофах последнего времени, это книга, открывающая нам Иисуса Христа. Вот это уже интересно. Евангелие — это тоже книга, открывающая Иисуса Христа. Там открывается Христос, как пришедший в мир Бог, совершивший наше спасение в человеческой своей природе. «Апокалипсис» — это грядущий Христос. Евангелие — это Христос, которого мы имеем, апокалипсис — это Христос, которого мы ожидаем, ожидаемый Христос. Апокалипсис — он весь в таинственных образах. Иоанн, богослов, тайнозритель, он видит таинственные образы. И Христа он тоже видит не так, как евангелисты изображают человек, родился в Вифлеемской пещере, крестился в Иордании и так далее, а в таинственных образах. Этих образов не так много, их всего три. И в цикле лекций, которые сегодня мы предлагаем, мы и рассмотрим эти три апокалиптических образа Иисуса Христа, как он раскрывается нам грядущий. Сегодня первый образ — это образ Сына Человеческого. Об этом повествуется так. Текст основной в первой главе апокалипсиса, и потом вторая и третья главы тоже об этом. Мы как раз остановимся на основном изображении, которое дается в первой главе. Иоанн, тайнозритель, ученик Христа, один из двенадцати, переживший всех других апостолов, находившийся за свидетельство о своей вере во Христа в ссылке на острове Патмос, пишет. «Я был в духе, в день Господень». То есть, он видит не физическую реальность, как ее видят евангелисты, а он видит таинственную реальность апокалипсиса, то есть откровение, это видение. «Я был в духе, в день Господень, и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил, я есмь Альфа и Омега, первый и последний». Можно себе представить этого уже глубокого старца, находящегося в ссылке на остров, все тихо, никого, людей вокруг нету, разве лишь его сподвижник, ученик только, и вдруг он слышит этот мощный голос где-то за собой. Как любой человек, когда слышит что-то сзади себя, то он поворачивается назад, посмотрит, что там. «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною. И обратившись, увидел семь золотых светильников, и посреди семи светильников, подобного сыну человеческому, облеченного в потир, по персим, опоясанного золотым поясом, глава его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его, подобных Алкаливану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих. Он держал десницы свои семь звезд, и из уст его выходил острый с обоих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей». Итак, что видит Иоанн? Он видит Сына Человеческого. Это апокалиптический образ, который видел еще пророк Даниил, который приводится в книгах пророка Еноха. Это книги, которые не вошли в канонический состав Танаха, Библии, и во всей позднеудейской апокалиптике. И этот же образ видит и здесь Иоанн. Он видит Сына Человеческого. По Сынам Человеческим имеется в виду таинственная личность, предуготовленная от века, или даже лучше, предвечно, для спасения людей. И при том Сын Человеческий. Сначала Он услышал голос. Обрати внимание, что этот голос произносит. Альфа и Омега, первый и последний. Альфа и Омега — это первая и последняя буква греческого алфавита. По-русски было бы А и Я. Альфа и Омега, то есть во Христе начало и конец. У нас Христос, но мы не берем совсем нехороший вариант, где Христос сводится к нулю, где Он просто из жизни исключен и так далее. А в жизни очень многих людей Христос — это где-то на десерт. Вот я работаю, у меня семья, у меня отпуск, у меня поездка в Таиланд, у меня все еще прочее. Ну и мы зашли в церковь. Я в церковь захожу. То есть где-то, когда-то, как-то, по какому-то поводу, либо Бюро добрых услуг. Ну когда мне плохо, или когда мне что-то очень надо, ну тогда я его вдруг вспоминаю. Первый и последний, Альфа и Омега, это означает от начала до конца, заполняющий собой все. Вот апокалиптический образ Христа. Сын человеческий, он здесь описуется, сейчас мы об этом поговорим, он ходит посреди семи золотых светильников, представьте себе, семь золотых светильников, и посреди них, и между ними ходит некий сын человеческий. О светильниках потом. Облечен в падир. Падир — это льняная одежда, длинная, до полу иудейского первосвященника. Таким образом, Христос апокалипсиса — это священник. По персиям, опоясанный золотым поясом. Ну, по крайней мере, мужчины, как мы знаем, никогда по персиям, то есть по персии — это груди, по груди не перепоясываются. Что же это тогда означает? Припоясание по талии, по животу — это сдерживание страсти и укрепление в тяжелой ситуации, когда надо поднять тяжесть. Про мужчин еще говорят «распоясанный». То есть пояс он должен сдерживать и укреплять. Это принцип аскетики. У сына человеческого мы этого не видим, потому что у него нет страстей, ему нечего сдерживать. И пояс поднят до груди, а грудь — это высшая часть человеческого тела, это область сердца и область дыхания. Таким образом, пояс апокалиптического Христа, он изображает его архиерейскую, архиерей — это по-гречески первосвященник, божественную славу, о чем говорит то, что пояс золотой. По грудям — это образ апокалиптический Ветхий Новый Завет. И то, что перепоясано одним поясом, то, что это единое божественное откровение. Были такие еретики, маркианиты. Сегодня иногда что-то подобное можно услышать. Да, Ветхий Завет — это уже все устарело, это все уже ни о чем. Это одно божественное откровение. И перепоясано золотом, то есть царское достоинство. Это раскрытие Царства Божия здесь на земле и в небесной славе. Вот он припоясан этим золотым поясом, как имеющий царскую славу, как архиерей, который является сам царем царей и входит в небесную божественную славу. Глава его и волосы белые. Иисус на земле, сын человеческий, прожил 33 года, и белых седых волос он не имел. То есть это не фотография евангельского земного Христа. Это опять апокалиптический образ, который означает его вечность. Кстати, есть иконы, где Иисус изображается апокалиптически, с белым волосом. Очень часто люди думают, это Господь Савов, в смысле Бог Отец. Нет. Во-первых, Бог Савов и Бог Отец — это не одно и то же. А здесь как раз привечность Христа, то есть что он безначальный, это означает его белый цвет волос, как белая волна, не путать, русский человек может перепутать волну с волной. Волна не белая, и это не волна, это овечья шерсть. Это белая овечья шерсть, которая в данном случае символизирует как чистоту ума, в котором нет ничего погрешного, наш ум обуреваем нечистыми помыслами, и как предвечный. Очи его, как пламень огненный. Есть такие люди, которые не просто смотрят, а мечут взгляды. И действительно, как будто стрела какая-то из взгляда такого человека. Очи его, как пламень огненный. Это означает, что он прозревает тайники человеческой души, и ему дан суд. Он сам говорил, будучи на земле, что Бог передал весь суд Сыну Человеческому. Это будет суд Божий, но мы предстанем на него именно пред Сыном Человеческим. Важно человеку перед человеком дать отчет. Но это человек, это Иисус, это Христос, и отче его, как пламень огненный. То есть здесь доподлинная мотивация всех дел и поступков раскрывается. Нам потому и дана заповедь не судить, потому что мы можем видеть внешний поступок, но нам не дано судить сердце человека, потому что только Бог знает сердце человека. Нам не дано знать всех обстоятельств, которые так или иначе послужили к порочному поступку человека. Это знает только Бог. Вот у него очи, как пламень огненный. Он придет судить живых и мертвых. И ноги его подобны Халкаливану, раскаленной в печи. Халк — это слово, означающее медь. Медь в пророческой символике означает праведность. И есть медный жертвенник, на котором приносятся жертвы за грех. Это в Ветхом Завете. И вот медь в данном случае означает его человеческую природу, которую он был пронесен в жертву за грех людей. А Ливан, Ладан, белый, он воскуряется Всевышнему, он означает его божественную природу. Таким образом, ноги, как Халкаливан, означают его человеческую и божественную природу. Они раскалены в печи. Это раскаленность печи, в данном случае раскаленность в правде Божией, потому что он придет судить живых и мертвых. И голос его, как шумно, вот многих. Когда он был на земле, трость надломленный не преломит, льна курящегося не угасит. В некотором смысле, как шепот некий. А здесь, как шум вод многих. Кому приходилось находиться на берегу океана, где шум вод многих, тот знает, что океан перекричать невозможно. Здесь мы можем усиливать свой голос, а там это все нереально. И здесь перед людьми мы можем оправдаться, выкрутиться, что называется. Там шум вод многих. То есть там уже никто из нас не сможет куражиться, оправдываться и пытаться что-то из себя такое построить. Шум вод многих неодолим. Он лежал в деснице своей семь звезд. Из уст его выходил острый с обоих сторон меч. Про звезды потом. Из уст острый меч. Апостол Павел говорит, возьмите меч духовный, который есть Слово Божие. И есть слова опять Писания. От слов своих оправдается, от слов своих осудится. Мы все будем судимы по Слову Божьему. Это как и в юриспруденции. Судья, он же не судит на свое усмотрение. Он судит по закону. У него есть статьи закона. И потому люди хоть как-нибудь дознакомятся с этими статьями закона, чтобы жить по закону, чтобы не оказаться преступниками. Нам дано Слово Божье. У нас к нему бывает очень такое холодное, прохладное, иногда уничижительное, иногда безразличное отношение. Даже у верующих. Свечку поставить, это все знают, как это важно. Я тоже люблю очень ставить свечку. А вот Слово Божие, оно для большинства, как дальше апокалипсисе, будет за семью печатями. А мы все будем судимы по Слову Божьему. Поэтому вот точно есть смысл уже сегодня заглянуть в него. Собственно, мы с вами сегодня этим занимаемся. Что судить он будет по Слову Божию. Это означает, что меч, обоюдоострый, как говорится в послании к евреям, который разделяет душу и дух, как мозг даже отделяется от плоти, от костей. То есть в самые тайники нашей природы проникает Слово Божье. И лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. На земле он таким явился один раз, на горе Фавор, в преображении, когда увидели лицо его, сияющее, как солнце, как свет истинный, свет от света, не освещенный, а светящий. Мы можем просвещаться, мы можем быть просветлены, мы можем быть светлы, а он светит. Он есть исходный свет, как святые отцы говорили, первый свет, а мы второй свет. Уже тот свет, который от того света отражает или воспламеняется, но в любом случае он вторичен. А вот свет Христа — это и есть самый свет, аз есмь свет. И вот этот свет, как солнце, восходящее, сияющее в силе своей. И вот когда Иоанн видит такого сына человеческого, а ведь он-то как раз, в отличие от нас с вами, видел того земного сына человеческого, он три с половиной года следовал за ним и был одним из ближайших учеников Иисуса. И вот он теперь видит его такого, он пал к ногам его, как мертвый. То есть видеть божественную славу сына человеческого — это несвойственно нынешней ограниченной и несвободной от греха человеческой природе. Он падает, как мертвый. Сын человеческий положил на него десницу свою и сказал, «Не бойся!» «Я первый и последний живой и был мертв, если жив во веки веков». Эти слова Иисуса — «Не бойся!» Господь утешает. У нас и правда некоторые Христа боятся. Вот со святыми еще как-то нормально. Святого можно попросить, а он там уже пусть Христа просит. Мы все друг за другом молимся, и поэтому мы соединяемся в молитве со святыми и просим их за нас молитв. Но Иисус говорит, «Не бойся!» И только Он беспредельно и до конца любит нас. Мы, даже и святые, мы любим друг друга во Христе, Христовой любовью. А Он и есть та самая любовь. Не бойся! Я есмь первый и последний, что мы уже отметили еще изначально, это Иоанн услышал. «И живы, и был мертв, и сежив во веки веков». Понятно, что здесь речь идет о том, что был живой Иисус, Он мертв, Он был распят на кресте. То есть крест являет нам распятую любовь. Может быть, кто-нибудь знает, что любил, а эту любовь кто-то взял и наплевал на нее, и ногами растоптал. Вот Бог возлюбил этот мир так, что отдал Сына Своего Единородного, а мы наплевали в прямом смысле слова, в лицо Иисусу плевали, и распяли, распятая любовь. Вот Он был живы и был мертв, и сежив, Пасха, во веки веков, Он воскрес из мертвых. И дальше Он говорит, что «Я имею ключи ада и смерти». Ключи Царства Небесные Иисус передал Петру и апостолам. Они сейчас в церкви. Что свяжете на земле, связано на небе, что разрешите на земле, разрешено на небе. Это сейчас происходит в церкви. И заметьте, ключи ада Господь не передал ни Петру, ни апостолам. А значит, и сегодня в церкви ни у кого их нет. Иисус говорил, «Бойтесь не того, кто может повредить вашему телу, но тот, кто и телу и душу может погубить киене огненной». Это кто? Некоторые думают, что это сатана. Нет, это Сын Человеческий, это Христос. У сатаны нет ключей от ада. У него есть свои взаимоотношения с адом, но у него нет от них ключей. Он никого не может туда ввергнуть, и уж тем более оттуда вывести. Ад – это исключительная компетенция Христа. Ключи от ада у Христа, и он их никому никогда не передавал. Говорят, на меня навели порчу. Ключи ада в руке Христа. Никто никогда ничего не наведет, если это сам Иисус не откроет этот ключик и не позволит уже здесь на земле быть поврежденным духом нечистым и быть вверженным в преисподнюю, в шоу, в ад. Если бы эти ключи были у нас, увы, мы бы, наверное, многих туда уже определили. Это Господь нам не дал. Это в Его власти. И дальше Он раскрывает тайну семи звезд и семи светильников. Семь светильников – это семь золотых светильников. Суть – семь церквей. Христос ходит посреди семи светильников. «Вы свет миру», – говорит Христос своим ученикам. Семь светильников – это церковь кафолическая, вселенская. Дальше они раскрываются, эти семь церквей. Эфеска, Смирнская, Пергамская, Фиатирская, Сардийская, Филадельфийская, Ладокийская. Некоторые говорили, что это семь периодов истории церкви. Это очень большая натяжка. Ее каждый натягивает, как ему надо. Это полнота церкви. И Христос ходит посреди семи светильников. То есть Христос – жених церковный. Христос в церкви. Он и придет для того, чтобы взять церковь. Церковь будет восхищена в сретении Господу на воздухе, то есть на воздухе, чтобы соединиться с Ним. Вот Господь среди семи светильников, а вне. Бог вездесущ. Но все-таки Христос, как Сын Человеческий, как Спаситель, Он в церкви. А вездесущий Бог, Он всюду. А Христос – Спаситель в церкви, потому церковь спасающая. Церковь – это место, где мы спасаемся во Христе. Христос посреди семи светильников. А сама церковь – это и есть эти светильники. А тайна семи звезд – это суть ангелы семи церквей. И они в деснице Сына Человеческого, то есть Христа. Ангелы семи церквей, которыми будут посланы семь посланий – это епископы. Ангел переводится «вестник». Это вестники Христа. Где епископ, там и церковь. Церковь – епископ, и епископ – церкви. И вот епископы, они в руке Христа. А что, они не могут себя плохо вести или еще что-то? Да, конечно, могут. Это погрешности их как людей. И в этом смысле мы все равны пред Богом, мы все предстанем на суд Божий. Но, как носители благодатного служения, они в руке Христа. Вот эта великая тайна и эти семь звезд – это опять полнота священства, которое сам Христос установил в своей церкви. Вот такой апокалиптический Христос – это первое видение апокалипсиса. Оно описано с первой по третью главы апокалипсиса, где Христос как Сын Человеческий, как Христос Церковный внутри Церкви, обращающийся к этим самым звездам, и, кстати, имеющим к ним большие иногда претензии и обличения, это его звезды, и он с ними разбирается. Это уже тема второй-третьей главы апокалипсиса. Христос грядущий, Христос – Сын Человеческий, и мы ждем Его во славе. А и ныне Он в Церкви, и в Церкви мы имеем спасение во Христе. Сын Человеческий, и в Церкви, и в Церкви, и в Церкви, и в Церкви, и в Церкви мы имеем спасение во Христе.